Приветствую вас, братья и сестры, любовь Иисуса Христа. Пришло начало собрания нашего, особенного собрания, когда мы будем совершать вечерю Господнюю, которую заповедовал нам Господь. И я сегодня необычно хочу сделать объявление в связи с тем, что приближается праздник Жатвы. И сегодня у нас будет внеочередное членское собрание, после собрания, чтобы вы подготовились к этому. А следующее воскресенье, праздник Жатвы, чтобы все услышали, я хочу сказать, будет с 10 часов, воскресной школы не будет, поэтому собрание с 10 часов. Всем передайте, чтобы нам вовремя начать следующее воскресенье. Ну а теперь помолимся. Господи, Боже наш, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твою безграничную любовь и милость к нам, которую Ты явил в Сыне Твоем возлюбленном, Господи, Спаситель нашему Иисусе Христе, которого Ты послал в этот мир, который принял человеческую плоть для того, чтобы выкупить нас, искупить нас от грехов наших. И мы сегодня собрались, чтобы вспомнить об этой жертве Голговской, чтобы умилиться сердцем, чтобы проверить себя, проверить свое хождение пред лицом Твоим и посвятить нашу жизнь без остатка следованию за Тобой. Прославься в этом служении через пение, через молитвы, через Слово Твое, великий Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. О, как блаженна, счастлив я, Господь, Спаситель мой, готово место для меня, справедливый без Тобой. Славлю, Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Мы живем в преддверии второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И почему мы так уверенно говорим, что вот совсем мало осталось времени? Потому что мы видим, как мир этот просто стремительно катится вниз. Попираются все нормы приличия, целомудрия, семейной верности, стыдливости. И вот в этом ужасном окружении, в этой атмосфере чада такого находится Церковь Божья. Как нам сохранить верность? Как нам сохранить упование на Господа, чтобы Он, придя, нашел нас неповрежденными в этом мире? Я помню, в моей молодости мы часто пели такой псалом. «О, странник, к небу ты на пути, глаз не своди со Иисуса, рукой любви будет он вести, глаз не своди со Иисуса». И припев такой «Глаз не своди со Иисуса, ночью и днем будет он вождем, глаз не своди со Иисуса». Кто-то помнит эту песню? Чудесная была песня. Она ободряла нас. Когда вот были трудности, когда искушения падали, нападали, где искать было силу, в ком эту силу было найти. И поднимали взгляд на Иисуса Христа. Он наш образец. И Писание приглашает нас, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Действительно, когда вот эта борьба, когда натиск этих темных сил, где взять силы для того, чтобы устоять? Образец для нас Иисус Христос. И мы в этом отрывочке прочитали, в чем его была сила, почему он получил такое высокое звание, имя такое, перед имем которого преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Будучи на земле, он обладал огромной силой. Когда поднялась буря на Галилейском озере, он поднял руку, сказал, умолкли и перестань. И тут же сделалась тишина, ученики восхитились. Кто же этот, что и море, и волны повинуются ему? Когда он пришел к могиле Лазаря, все плачут, а он провозглашает, «Лазарь, иди вон!» И три дня уже лежащего в гробе, начавший разлагаться, Лазарь выходит из гроба. Люди в шоке. Даже одежда, которую он был одет, имела целительную силу. Женщина, помните, прикоснулась к краю одежды и исцелилась. Такой сильный наш был Господь, кажется, что ему не существовало. Там хоры ангелов пели ему, но он уничижил себя. Он позволил распять себя. Смерть принял такую, которую в Римской империи казнили только рабов. Да, там приговорили к смерти и высших сословий людей, но их никогда не казнили на крестах. Их или убивали стрелой, или обезглавливали, или позволяли самому сокончить жизнь свою. Но никогда вот такой унизительной смерти не умирал человек, свободный в Римской империи. Вот представьте себе, нам стыдно быть обнаженным. Правда, братья и сестры? Не знаю, как вы, но однажды мне сон такой приснился, я ужаснулся, мне приснилось, что я боссый пришел на собрание, без туфели. И я проснулся от холодного пота, как это могло случиться. Просто боссый. А вы представьте, с него сняли одежду, хитон сняли, и обнаженного повесили. Ради чего? Ради нас с вами. Потому что мы достойны были такой унизительной смерти. Но чтобы нас привести в Царствие Божие, чтобы нас сделать наследниками Царства, Он принял на Себя весь позор, какой только можно было принять. Но в чем же секрет Его силы? А секрет Его силы в смирении. Без смирения, братья и сестры, невозможно послушание. А мы прочитали, что Он был послушен Отцу, даже до смерти и смерти крестной. Вдумайтесь в эти слова. Возможно ли без смирения послушание? Дети, подумайте. Вам легко повиноваться своим родителям? Что от вас требуется, чтобы повиноваться? Смириться. Правда? Жены, легко повиноваться своим мужьям? Надо смириться. Иначе не... Мужья, легко повиноваться Слову Божьему? Легко, да? Если не смиритесь, не подчинитесь Слову Божьему. Такой закон. Без послушания не бывает смирения. Почему Священное Писание и называет грех непослушания самым отвратительным в глазах Божьих грехом? Бог сказал через пророка Самуила, что непослушание – это такой же грех, как и волшебство. А волшебство – это... Или идолопоклонство – это духовный блуд. Это измена Богу. Бог един, и Ему только одному надо поклоняться. Заповедь так гласит. А если мы находим других богов, значит, мы изменяем. Поэтому этот грех, не убийство, не какие-то другие грехи, а вот идолопоклонство – это самое отвратительное в глазах Божий грех. А он приравнивается, вот, или этот грех непослушания сравнивается с этим грехом. Поэтому я хотел бы сегодня немножко с вами порассуждать о сути смирения, чего требует от нас Господь. Ведь без смирения, на самом деле, мы не можем даже приблизиться к престолу благодати Божией. Бог смиренным, написано, дает благодать. Ну, что такое смирение, давайте разберемся. Вы знаете, бывает такое состояние, когда нам... Мы просто в безвыходном положении. Нам просто ничего не остается делать, как замолчать и смириться. Это вынужденное смирение. Мы не можем изменить эти обстоятельства, нам ничего другого не остается. Это смирение не имеет никакой ценности в глазах Божьих. В глазах Божьих имеет ценность смирения, когда человек добровольно... Вот мы, скажем, читали о Христе. Он сам уничижил себя, сам смирил себя, сам. Вот тогда, когда он имел власть, он не считал узурпированной, ну, слово, может, не всем понятно, или захваченной власть называться Богом. Он был, по сути, Бог. По естеству Бог. Эта власть ему принадлежала по праву. Но он оставил ее, смирил себя. Я хотел бы еще один пример привести, ну, сказать, это Бог, ему проще. Давид. Это тоже был муж, угодный Господу, по сердцу Богу. И он тоже смирил себя, смирял себя пред Богом. Я один только эпизод из его жизни хочу напомнить. Он как-то пришел мне на память, когда об этом рассуждал, вспомнил слова, какие он говорил и прочитал их. Давид с торжеством вносит ковчег завета в город Иерусалим. И от радости он скачет, облегся в хитон и прыгает. На него смотрит из дворца царского жена, помните, да, Милхола. И когда он благословил народ, пришел, чтобы благословлять свой дом, она его уничижает. Так отличился сегодня царь израильский. Обнажился. И перед рабынями рабов скакал. Так унижает его. И знаете, вот на этих словах Милхола некоторые построили неправильную доктрину. И даже вот этот Голливуд, он что только не делает. И вот на этих словах он построил даже фильм о Давиде. И когда я посмотрел, я просто возмутился духом Давида. Поставили там, ну, в трусах прыгал, одним словом. Понимаете? Хотя Писание говорит, что не так совершенно было. Он в хитоне был. Да, он снял с себя достоинства царские. Он снял с себя вот эти облачения царские, которые возвеличили его перед всем народом. Но он был в хитоне. Он закрыт был. Он не ногой был. Не смотрите эти фильмы. Они развращают добрые нравы. Они извращают Писание. И вот он прыгает от радости. А Гнилхола говорит, вот ты снял царское достоинство свое, снял одежды. Ты так унизился. А Давид что сказал ей? Я хочу прочитать эти слова, которые там записаны в книге. Он говорит, я еще больше уничажусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. И перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Вот истинное смирение. Имея власть, имея силу, имея честь, он снял с себя это все, чтобы послужить, чтобы выразить свою радость, не отличаться от других людей. Унижился до этого состояния, как и прочие люди. Это действительно образец смирения, когда мы осознанно делаем это, употребляя для этого всю свою власть и силу. Только смиренный человек может угодить Богу. Иисус Христос, когда был на земле, приглашал всех научиться от Него. Помните, как Он говорит? Придите ко Мне, все труждающиеся, примененные, и Я успокою вас. Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. У кого нам можно научиться? Только у нашего Иисуса Христа. Но можно о смирении много говорить. Я хотел немножко практические примеры привести. А как увидеть смирение, или как выразить это смирение в практической жизни? Когда-нибудь думали? Вот я сказал эту первую часть своего слова, и самому захотелось быть смиренным. Думаю, никому из здесь присутствующих не захотелось быть в числе гордых, а вот смиренных. Такое благословение, такое обещание Бог дает. Как Иисусу Христу дал, сколько Еремя, так и нам. К престолу благодати можем прийти. А как же выражается это смирение? Я не знаю, кому принадлежат эти слова, но кому-то из древних христианских мыслителей кто-то из них выразил. Я когда-то читал и помнил, даже его имя сейчас уже не помню, но такие слова. Бывает смирение пачи гордости. Кто-нибудь слышал такое выражение? Смирение пачи гордости. А еще один высказал так, что бывает из каждой дырки монаха, который смирился и пошел в монастырь, выглядывает и кричит гордость. То есть, показать себя смиренным, облачиться, надеть такую на себя маску смиренного, это можно. Но есть ли оно смирение на самом деле? Вы знаете, конечно, внешний вид наш очень много может сказать как о нашем смирении, так и о нашей гордости. Хочу сказать, что вот, о чем говорит Священное Писание, драгоценности или драгоценные вещи, которые мы надеваем на себя, на голову, или на шею, или на уши наши, или на руки наши, куда бы мы ни одели эти драгоценности, они не свидетельствуют о нашей духовной богатстве, они свидетельствуют о нашей духовной нищете. Потому что, когда нету ничего внутри, когда ничего за душой нету, когда нету истинной красоты, то нужно только внешняя красота. Вот хотя бы этим блеснуть, у кого-то унизить, перед кем-то возвыситься. Ну, я понимаю, что ну такая мода у нас, но кольцо надо обручально носить. Ну, так уже ж принято. Хотя я без кольца прожил всю жизнь, и никто не подозрил меня в том, что я холостяк. И никто не приходил ко мне с разными намеками нехорошими. Ну, ладно. Ну, вот зачем одевать перстни на каждый палец и многое другого. Ну, подарили тебе там какое-то украшение. Ну, зачем ты их все в собрание? Для чего? Чтобы кого-то уничижить? Вы знаете, когда-то была такая ситуация в народе израильском. Они пришли к горе Хариу, и Бог через Моисея говорит этому народу, называя их жестоковыйным народом, непослушным народом. Говорит, снимите с себя украшение, и я посмотрю, украшение ваше, и я посмотрю, что мне сделать с вами. Мы пришли сегодня не к горе Хариу, братья и сестры. Мы пришли к горе Голгофы, на которой был разбит Иисус Христос, который нам подал великий пример для подожжения, пример смирения. Давайте мы послушаем, что есть истинная красота. Истинное смирение. Истинное смирение – это не возвышение других, не уничижение других, я не знаю, что только люди сегодня не стараются высказать свое смирение. Истинное смирение не во внешнем виде, братья и сестры. Хотя я сказал уже, внешний вид тоже может отражать наше смирение. Истинное смирение – это в наших поступках. Я когда говорил, люблю эту пословицу, любовь и кашель скрыть нельзя. Вот смирение тоже нельзя скрыть. Оно обязательно будет проявлено во внешности. Но главная красота смирения – это знаете, как вот апостол Петр пишет о женах, посвящающихся благочестию, он говорит, что сокровенная красота нетленного, молчаливого духа. Понимаете, это когда человек может стерпеть, не ответить злом за зло. Знаете, я помню, еще в детстве мне запала такая вот такая, ну, пример такой, как-то ярко мне выразился. Я не знаю, правдивый это пример или неправдивый, но проповедник говорил о том, что когда считают овец, ну, вот там даже вместо писания написано «под жезлом» пропускают их. То есть считают, и каждая овечка ударит, да? И вот, как ударит овечка, она и побежала. Ну, мне в детстве приходилось и пасти овец, и видеть, как они делают. Ну, на самом деле, овечка убегает, когда ее ударят, и ничего. Но он там такой пример проводил, когда волк одевает свою овечью шкуру и проходит здесь, то если его ударить, как вы думаете, как оряться будет? Зарычит, сразу себя выдаст. Так вот, смирение так и проявляется. Если кому-то сделали замечание, поправили кого-то, он смиренно примет, поблагодарит. Но если человек гордый, он сразу огрызнется, сразу огрызнется. Это проверка, это тест, братья и сестры. Это детки, это вам тест. Папа говорит, сделай. Хорошо, папа, сделаю. Это смирение. А если я не буду, пусть он делает, пусть Ваня, пусть Сережа делает. Как вы думаете, это смирение? Смирение или нет? Ответьте. Это как раз-то не смирение. А вот смирение проявляется в наших вот таких вот поступках, оно выражается. И я уже сказал, что Христос образец смирения. И мы сегодня, вспоминая о его любви, о великом подвиге, давайте вспомним о том, что он сделал, вот совершая этот подвиг. Я не свои мысли скажу, я слышал, мне очень понравилось. Мы от родителей наших унаследовали, как написано, что Петр говорит, как-то он там, сейчас вспомню, мы искуплены дароценную кровью от дел, которые унаследовали от родителей. Искупил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Вот спасибо, брат Саша. Вот это вот место. Каким образом это передается, как вы думаете? Вот от отцов передается суетной жизни. Через кровь. Кровь – это такая сила, которую мы ничего не можем сделать. Мы не можем ничего сделать. Умом понимаем, а ничего не можем сделать. Так вот, Христос пришел, пролил свою кровь, чтобы заменить нашу кровь. Искупить нас, удалить эту кровь, дать свое начало. Вот начало этого смирения. Только в нем. И если мы принимаем эту вот кровь и причащаемся, приобщаемся, и не изменяемся, это говорит о том, что что-то не в порядке с нашим смирением. Если мы в смирении подходим к престолу благодати Божией и просим об этой милости, Он обязательно это сделает. Он поможет нам, потому что без Него мы не сможем смиряться. Это сверхчеловеческих сил. Природа наша, она сильнее, чем мы. Но когда наш дух возрождается от Бога, мы обретаем силу, мы получаем силу крови Иисуса Христа. Вот почему мы должны тщательно готовиться, мы должны смиряться пред Господом, исповедовать грехи наши. Так говорит Священное Писание. И Он, будучи верен и праведен, очистит нас от грехов наших, омоет от грехов наших и позволит нам быть участниками достойными. Я вначале задал вопрос, где нам взять силу для того, чтобы противостать вот этому натиску всякого нечестия. И я радуюсь тому, что Господь – это сила. И я радуюсь тому, что вот Он нас не пренебрег, Он каждого из нас, унаследующих от Отцов порочную жизнь привел к себе, оправдал, омыл и показал путь очищения. Вот заповедь, которую мы будем сейчас совершать, она как раз и направлена на то, чтобы нам приготовиться к ней. Нет, никогда я участвую, братья и сестры, вот не перепутайте, пожалуйста, эти моменты. Никогда я участвую, кровь Иисуса Христа очищает меня. А когда я приготовлюсь к участию, вспоминаю о жертве Иисуса Христа, исповедую свои грехи, тогда кровь Иисуса Христа очищает меня и мое участие в вечере не будет в осуждении мне. Если же я этого не делаю, если же я хожу в гордыне, уничижаю ближних своих и потом протягиваю руку с надеждой, что вот сейчас я приму глоток и очищусь, я приму осуждение себе. Вспомните, Бог, Иуда давно уже воровал из кассы, был вор, так говорит, священное писание, но почему-то Христос его допустил до вечерей. Помните? Он пришел, и он там присутствовал. И только после того, когда он взял этот кусок, который Христос обмакнул, сатана вошел в него. Вы представьте, какой ответственный момент. Поэтому сейчас, приступая к вечере Господней, я хотел бы еще раз проверить свое сердце и призываю вас сделать это, чтобы если и было что-то, чтобы мы исповедовали, можно вслух, можно про себя, но горячо и искренне, чтобы попросили у Бога прощения за все то, чем мы огорчали Господа. Дух Святой нам обязательно это подскажет. Не будем дерзкими, чтобы протянуть руку свою, не исправив свое положение пред Господом. Хорошо сделали те, которые это сделали заранее, заблаговременно, но не поздно еще сейчас. Если Дух Святой вас касается, сделайте это, чтобы нам быть участниками, достойными, чтобы Господь, глядя на нас, мог порадоваться, как на послушных учеников, которые научились от Него ходить в смирении. Помолимся Богу нашему. Аминь. Вот мой Спаситель, кто умер на кресте, был поруган, распят Христос. Цену за грех мой Спаситель уплатил, Он за меня мой грех полез. Святый Иисус, Святый Чудный Вспомитель, Всемогущий Бог, Он и Святой Твоей Омега, Он мой Иисус. Вот мой Спаситель разрушил смерть и цель, восставший из трава. Он одержал победу, и смертью смерть поправ, Он жив и в небе Он. Святый Иисус, Святый Чудный Вспомитель, Всемогущий Бог, Он и Святой Твоей Омега, Он мой Иисус. Место мне приготовил Он, потому что Он мой Отец. И однажды увижу я Его лицо, Иисус, Он и Святой Твоей Омега, Он и Святой Твоей Омега, Иисус, Ты мой Иисус, Иисус. 427. У креста хочу стоять, созерцать душу. У креста хочу стоять, созерцать душою. Как с долгом и благодать, мир течет и бою. У креста, у креста, честь моя и слава. Дам спасения полнота, на блаженство права. Дам спасения полнота, на блаженство права. И сказал, примите и одите. Это и есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера и сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Вознесем молитву о хлебе. Боже наш, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты оставил эту заповедь. И об этом хлебе Ты сказал, это Твое тело, которое было за нас ломимое. Помоги это духовными очами видеть и сердцем принять веру. И преломлять этот хлеб, и принимать его, приобщаясь к телу Твоему, к цели Твоей, Господи. Услышь нашу молитву. Помоги нам быть верными в этом завете, в котором мы вступили с Тобой. Чтобы наша жизнь была ярким свидетельством того, что мы принадлежность Твоя. Во имя Иисуса Христа я прошу об этой милости и услышь и благослови нас. Тебе за все приносим хвалу и честь. В этот час Бог наш. Аминь. Продолжаем. Второй куплет. У Христа меня нашли благодать и сила, И звезда святой любви, путь моя царила. У Христа, у Христа честь моя и слава, Дан спасенья полнота, на блаженство права. У Христа, у Христа, у Христа честь моя и слава, Дан спасенья полнота, на блаженство права. И преломив подал, он сказал, примите, ядите, сие есть тело мое. Участвовать в вечерях Господней могут члены церкви Христовой, Которые вступили в завет с Господом через святое водное крещение. В мире с ближними своими, не имея церковного взыскания или ограничения. Гости, которые посетили нас, также могут участвовать на этих же основаниях, Если вы разделяете с нами учения, о которых мы проповедуем. Слава Господу! Будем участвовать во слава Его! Слава Господу! Будем участвовать во слава Его! Слава Господу! Будем участвовать во слава Его! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Глава венцов увечена терновым, И кровь струится по лицу Христа. Ты эти внуки принял добровольно, Чтоб нас спасти от ужаса Христа. Чтоб нас спасти от ужаса Христа. Хочу припасть к моим плодам пронзенных, А быть слезами рады от гвоздей. О мой Иисус, на древу прихожденный, Тебе обязан жизнью я своей. Тебе обязан жизнью я своей. Хочу припасть к моим плодам пронзенных, 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 Познавие к моим плодам пронзенных, Сели желающие участвовать в вечере, участвуем у чаши. Сели желающие участвовать в вечере, участвуем у чаши. Сели желающие участвовать в вечере, участвуем у чаши. Надежда Антифеева расскажет. Стих называется «Крестный путь». Содрогалась мученика тела от ударов римского бича. Плеть взлетала, падала, свистела, разрывая кожу на плечах. В клочья кожа, в клочья лен рубахи, брызжет кровь на руки палача. Капли пота, алой крови капли, тает жизнь, как в пламени свеча. Исказились судорожной боли, жаждой опаленные уста. Горький привкус смерти, едкой солью, жжет лицо невинного Христа. А толпа, неистовствуя злобно, крики извергает, как вулкан. Смерть ему, вора видать свободу. Этот крик больнее всяких ран. Отекли заломанные руки, связанные крепкой бичевой. Пьет один он чашу горькой муки, и один идет с грехом на бой. Как болит истерзанное тело, как глаза отчаянием кричат, Но глаза застыли, онемели, только слышен хлесткий свист бича. Что не закричишь, спаситель, к судьям? Что тебя несправедливо бьют? Невиновный, покорившись людям, Что ж молчишь, когда в тебя плюют? И опять под дерзостные крики Ты тяжелый крест на гору нес. Это грех, стоглазый, многоликий Придавил к земле тебя Христос. Ты, под этим бременем согбенный, Часто падал на крутой тропе, И лапзания, острые каменья Отдавались молнии в тебе. Знаю, почему с таким терпением. Муки ты тяжелые принял, Совершил великий план спасения Для земли, для грешных, для меня. Как понять, свершенное тобою? Как умом твой подвиг воспринять? Боже мой, дай с верою живою Сердцем до конца тебя принять. Освяти оправданную душу, Чтоб твой подвиг я не смог забыть, Чтоб, как ты, я был отцу послушным, И как ты мог грешников влюбить. Чтоб по воле жизненных условий Я не смог в пути устать, уснуть. Мне напомни крест, венец стерновый, Раны на руках и крестный путь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 По-прежнему ты друг, но другом дьявола, Пилат, ты так же стал. Мне жаль тебя, как глух и слеп ты был, что Сына Божьего узнать не смог. А Он и на кресте тебя любил, так любил, как любит только Бог. Бессмертный Он пришел, чтоб смерть принять, чтоб душу и твою, Пилат, спасти. И кто-то должен был Христа распять, пусть это был бы кто-то, но не ты. Молчат страницы Библии о том, какой был для Пилата смертный час, Прощен ли он, спасен ли он Христом, и снял ли Бог с него греха печать. Он сделал выбор, он Христа отверг, шагнул навстречу злу и сатане. Так и сегодня всякий человек решает сам на чьей стороне. Такой же выбор был передо мной. Варава и Христос, кто враг, кто друг, кому лицом стать, а кому спиной. И ждал Господь, кого я изберу. О, слава Богу, не ошиблась я, когда в глаза мои взглянул Иисус, Поверила Христу душа моя. И сердце стук, меня не обманул. Ни разу не жалела я о том, что выбрала Иисуса благодать. Мой друг, между Варавой и Христом Тебе когда-то нужно выбирать. Что изберешь ты? Ненависть? Любовь? Смерть вместе с дьяволом? Или с Богом жизнь? Варава и Христос перед тобой. Ты в выборе своем. Не ошибись. Аминь. Отпускаю все мечты мои, Не оболагаю их у ног твоих. Если в жизни ошибаюсь я, Твоя любовь не изменяется. Хотел сразиться я за жизнь мою, Ослабли руки, устал я в бою. Ты сильный воин, ты царь всех побед. Я побеждаю, когда я в Тебе. И даже если горы не дикое стоят, И если воды моря не разделяются, И если на молитвы не вижу я ответ, Доверять, доверять буду я Тебе. Что завтра мне принесет опять, Ты знаешь, все известно для Тебя. Живи во мне, будь дыхание моим, Дай каждый день ходить путем Твоим. И даже если горы не двигаясь стоят, И если воды моря не разделяются, И если на молитвы не вижу я ответ, Доверять, доверять буду я Тебе. Доверять Тебе. Ты мой покой и сила, Опора Ты моя, Мое Ты основание, Ты крепкая скала, Твои пути прекрасны, Они превыше всех, Ты держишь эту землю, И все в Твоей руке. И даже если горы не двигаясь стоят, И если воды моря не разделяются, И если на молитвы не вижу я ответ, Доверять, доверять буду я Тебе. Доверять Тебе. Доверять Тебе. Доверять Тебе. Мир вам, дорогая церковь. Прочитаем Евангелие Иоанна 18, глава 37 стиха. Евангелие Иоанна 18, глава 37 стиха. Пилат сказал Ему, Итак, Ты царь? Иисус отвечал, Ты говоришь, что Я царь. Я на то родился, И на то пришел в мир, Чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины Слушает глаза Моего. Пилат сказал Ему, Что есть истина? И сказав это, Опять вышел к Иудеям, И сказал им, Я никакой вины не нахожу в нем. Итак, мы прочитали, Что Иисус стоит перед Пилатом И говорит Ему, Что всякий, кто слушает Мои слова, То есть слушает слова Иисуса, Тот будет знать истину И будет обладать истиной. В ответ Пилат отвечает таким вопросом, Что есть истина? И это, по сути, уже был не вопрос Для того, чтобы разобраться, Что же такое есть истина, Чтобы узнать для себя, Определиться, что было в этом вопросе. Это был, в этом вопросе уже был ответ. То есть он показал этим вопросом Своё отношение к истине, То, как он это понимает. Он как бы отмахнулся от Христа, Типа, что ты тут говоришь? И вышел к Иудеям сразу же после этого, Как мы прочитали. Пилат имел своё собственное отношение к истине, Свой собственный взгляд на неё. И это был взгляд обычного мирского человека. И мы знаем, как относится к правде в этом мире. Есть такое выражение, С чем, в общем-то, многие из нас согласны, Даже сидящие здесь, Что у каждого человека есть своя правда. То есть люди ссорятся, Но среди сплощиков нет неправых. Все со своей стороны, Каждый считает себя правым. И это касается абсолютно любого аспекта. Скажем, муж с женой ссорится, И каждый из них прав по-своему. Дети что-то говорят родителям, Родители объясняют детям, И тоже каждый из них прав. Соседи между собой что-то делят, Тоже каждый на своём месте прав. Вот мы, родители, сталкиваемся с таким вопросом, С таким моментом, Что приходят двое детей зарёванных, Плачут, и каждый друг друга обвиняют. И вот начинаешь разбираться, Вот почему ты так сделал? Тот говорит, А он мне так сказал, Хорошо, почему ты так сказал? А он, потому что, и так далее. И это такой клубок, И очень сложно найти конец, Кто же всё-таки прав, Кто виноват. Друзья, всегда и везде мы считаем себя правыми, Правда, на нашей стороне, И это позиция мира. И Пилат, который часто судил людей, Он занимался этим, по сути, Он был привычный к такому положению дел, К привычный к такому вот образу мышления. Он воспринимал истину именно под этим углом, Понимая, что каждый человек претендует на правду. А ещё есть в мире такое вот выражение, Что прав тот, у кого больше прав. Знаете, То есть, если у вас есть деньги, Если у вас есть власть, влияние, Там есть сила, То ты можешь выкрутить правду так, Как тебе этого хочется. И мир этим живёт, Мир этим существует, Он стоит на этом, Поэтому он стремится к богатству, Стремится к власти, Для того, чтобы быть правыми. Я прав, И у меня всё получится в жизни. И Пилат тоже всё это прекрасно понимал. Он жил этим миром, И поэтому он махнул рукой на слова Иисуса, И ответил, что есть истина. У каждого она своя. Конечно, откуда же знать Пилату, Кто стоит перед ним? Какой человек стоит, И пытается ему рассказать о правде, Пытается достучаться до его сердца? Как мог Пилат догадываться о том, Что перед ним стояла Самая настоящая правда? Иоанна 14, глава 6, стих написано, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, Как только через Меня». Наша цель с вами прийти к Богу, Отцу. И поэтому нам очень важно знать истину. Какая она? И истину ту, которая ведёт к Богу. Истину ту, правду ту, Которая есть путь, Которая есть жизнь. Не ту истину, которая ценится в мире. Она может привести к богатству, Может привести к благополучию, Но нас интересует истина, Которая может привести к Богу, Отцу. И она может нам дать жизнь. Когда я рассуждал на эту тему, То я подумал вот о чём. Наши взгляды, наши отношения к жизни, Наши эмоции, наши чувства всегда, На 100% зависят от информации. От информации, которую мы получаем. Вот вы согласны со мной? Что всё, вот информация, она нас формирует. Вот даже взять, ну такой вопрос, Вопрос питания. Я получил информацию, что есть пища такая-то, Вот она здоровая, вот если буду питаться, Буду здоровый, буду хорошо себя чувствовать. Я в неё поверил, и я так поступаю. Я следую за этой информацией. Мы зависим от информации, И информация нас формирует. Новости нас формируют, Мнения различных людей нас формируют, Скажем, там, философов, учёных, и так далее. Кто-то вообще формируется на мнении каких-нибудь там бандитовых, И, соответственно, живёт. То есть информация имеет огромную силу и влияние, И в итоге информация контролирует нами, И формирует наши поступки. И сегодня мы живём в таком мире, Когда информация очень легко доступна. Любая информация, плохая, хорошая, любая, абсолютно разная. Стоит только вытащить из кармана такой, знаете, Маленький прямоугольный приборчик, Тыкнуть туда пальчиком, и всё, Уже у тебя полно всякой разной информации, Ты наполняешься ей. И вот послушайте сюда, Вот в этом веке информации Очень важно нам научиться слышать правильно, Чтобы понимать мотивы, Зачем кто-то выложил вот такую-то информацию или другую, Зачем, кому нужно вами манипулировать, Кому нужно, чтобы вы думали так или иначе. Знаете, как музыканты умеют отличать фальшивую ноту От настоящего, от чистого звука, Так и мы должны чётко понимать, Какая информация является правдой, И какая уводит от правды, Какая уводит от Бога и работает на разрушение. Христос сказал, что овцы мои знают голос мой И следуют за мной. То есть нам нужно чётко понимать, Что есть истина, которая ведёт нас к Богу и к жизни. А есть также вещи, которые выглядят как истина, Но на самом деле это ложь, И она работает на то, чтобы разрушить нас, Разрушить наше отношение с Богом. Правители этого мира, они уже давным-давно поняли, Что успех в войне достигается не только оружием, Или даже далеко не только оружием. Оружие – это уже последнее дело. Но для того, чтобы победить, Надо людей подготовить, Надо завладеть их разумом. Чтобы человек, вот знаете, Живёт человек себе, занимается своим хозяйством, Но чтобы он взял оружие и пошёл в соседнее государство, Чтобы там убивать людей, Нужно его наполнить информацией, Нужно поработать с его мозгами, Необходимо настроить его на то, Что там, за границей, живут враги, Которые только о том и думают, Чтобы причинить нам зло. И поэтому нам нужно что-то сделать, Нам нужно как-то реагировать. И вот это вот называется информационная война. Я вспоминаю, как в Библии написано, Благодаря информации, помните, Гедеон выиграл войну. Помните, собрались мадионитяне, Они пришли в огромном количестве Для того, чтобы сразиться с израильтянами, У них было много оружия. Но вот по стану прошёлся слух. Прошёл слух о том, Что Гедеон идёт. И как бы у Гедеона большое войско, Большое оружие, и они с ним не справятся. Это было от Бога, да. Но эта информация поразила мозг этих мадионитян, Они со страхом начали разбегаться. И когда они услышали шум, Вот войско Гедеона, да, идёт, Меч Гедеона и Господа, да, Они в страхе всё побросали и убежали, Всё хотя были намного сильнее, Намного многочисленней. Вот что делает информация. Информация – это огромная сила. И мы понимаем, что в духовном мире Идёт тоже война. И она жестокая, она беспощадная. Бог со своей стороны даёт нам свою информацию, Которая изложена в Библии, Чтобы мы ориентировались, Чтобы мы знали, как поступать в этом мире, Как нам жить просто. И чтобы мы находили путь к Богу, Чтобы мы находили дорогу к Нему И были победителями. И в то же время дьявол со своей стороны Наполняет мир своей информацией, Ложной, которая направлена против Бога, Которая, я не знаю, Наверное, в последнее время Больше всего уже появилось Всяких разных философов, Всяких учёных, Которые опровергают существование Бога. Наверное, нападки на Библию, на Бога Сегодня ещё больше, чем когда-либо были. И причём я хочу прочитать вам Такое вот интересное место из Писания, Откровение написано, 12 глава, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, Древний змей, Называемый дьяволом и сатаною, Обольщающий всю вселенную, Низвержен на землю, И ангелы его низвержены с ним». Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, Что дьявол сегодня – Это уже не тот древний змей, Который искусил Адама и Еву. Здесь написано, что он превратился в дракона, Причём в великого дракона. Его искусство обольщать народы Стало чудовищным, И в этом его величие. Он очень искусно, Очень умело умеет врать, Как говорят, Вешает лапшу на уши. Так что даже избранные, Даже дети Божьи Не всегда могут различить, Где правда, А где ложь. И слушают его. Мы видим, что сегодня в мире Принимаются такие законы, Что, как говорят, На ум не налазит. Каких-то лет десять назад Мы подумать не могли, Что такое возможно. На уровне государства, Ну, допустим, Узаканивают марихуану. Господи, как? Как это можно? Или, скажем, Гендерная политика. Я вот был в Европе не так давно, Но там слышал, В какой-то из стран, Если родился ребенок, Его нельзя объявлять Мальчиком или девочкой. Вот он должен вырасти, И потом уже сам определиться, Кто он будет, Мальчиком или девочкой. И вот все это мотивируется, Как бы, Понятием свободы, Понятием прав человека, И так далее. И звучит, Как будто бы логично, Как будто бы правильно, Как будто бы можно согласиться, Но это абсурд. И это искусство обольщения. Это дьявольское искусство. Это искусство заключается в том, Что логически можно выстроить Цепь рассуждений так, Что незаметно для себя Ты начнешь соглашаться. Там сказал да, Дальше сказал да, Дальше сказал. И все, Ты уже принял эту идею, Какую-то чудовищную, Какую-то абсурдную, С которой ты раньше бы Никогда не согласился. И вот люди этого мира, Служа дьяволу, Обладают таким искусством. Они называют себя учеными, Они имеют какие-то там Ученые степени, С умным лицом, С умными речами. Они обязательно используют Какие-то сложные слова, Которые не каждый понимает. Кстати, Использование сложных вот этих слов, Это тоже техника. Просто дело в том, Что слушатель может не понимать Этих слов, Но слушая человека, Произносящего этого все, Он понимает, Что перед ним образованный человек. Он понимает, Что говорящий, Ну, Имеет какую-то степень. Он эрудированный, Грамотный, Авторитетный. И вот он себя ставит Как бы ниже того, Который вот это все преподносит. Как будто бы вот Спикер обладает истиной. И спикеры это тоже Прекрасно понимают. И в этом состоит их искусство. И забравшись на пьедестал Вот такого авторитетного, Уважаемого человека, Он может нести всякую пургу, Как говорится. Говорить о миллионах лет эволюции. Говорить о гомосексуализме, Как будто бы это нормальное явление. Говорить о инопланетянах И так далее, И тому подобное. Они таким образом Завоевывают массы И завоевывают их Для князя этого мира. По этому поводу Библия нас тоже предупреждает. Слова апостола Павла 1 Тимофея 6 глава С 20 стиха. 1 Тимофея 6 глава С 20 стиха. О Тимофей, Храни преданное тебе, Отвращаясь негодного пустословия И прикословий лжеименного знания, Которому предавшись, Некоторые уклонились от веры. Здесь мы столкнулись С таким непонятным Немножко словосочетанием Лжеименное знание. Хочу прочитать этот текст По-русски, То есть в современном переводе. Я часто к нему прихожу, Когда что-то не понимаю. Чтобы было понятнее, Я сейчас прочитаю То же самое место В современном переводе. О Тимофей, Храни то, Что было доверено тебе, Избегай пустой И суетной болтовни И противных истине идей, Которые связаны С так называемым знанием, Проповедуемым теми, Кто отошел от истинной веры. Получается, что есть люди, Которые отошли от истины И с умным видом претендуя на то, Что они обладают какими-то знаниями, Они несут ересь. И об этом Павел предупреждал Тимофея, А вместе с ним предупреждал и нас с вами. Не слушайте их. Мы должны понимать, Что есть истина, И она единственная. Она не у каждого человека своя, Но она есть у Бога. Почему она у Бога? Потому что Он автор вселенной. Он создал это все. И, конечно же, Он обладает истиной. И эта истина, Она прописана в Слове Божьем, И нам нужно вникать в это слово. Нам нужно заниматься этим постоянно. Псалом 19, с 8 стиха прочитаем. Иные колесницами, иные конями, А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, А мы встали и стоим прямо. Я еще раз хочу вернуться к тому тексту, С которого мы начали. Это Иоанна 18, глава 37 стих. Последняя часть стиха. Христос недвусмысленно, Очень конкретно заявляет Пилату, Что всякий, кто от истины, Слушает гласа Моего. То есть, все, кто на стороне правды, Они слушают и Иисуса, И исполняют Его слова. Иоанна 9, глава 32 стих. Иисус говорит, И познайте истину, И истина сделает вас свободными. То есть, истина Божия нас освобождает. Во-первых, она освобождает От всякого проявления зла, От гордости, от зависти, От обидчивости, от нетерпимости. Дает нам понимание, Как надо поступать с другими. Если поступать и так с другими, Как хотели бы, чтобы с вами поступали. Дает любовь к ближнему, Истина дает. Дает любовь к Богу. Истина дает понимание о том, Что Бог благ, И что Бог достоин хвалы, И прославления, и поклонения. И вот, если во всех нас будет находиться Не своя истина, Не какая-то там вот мирская, Какие-то понятия, Но если в нас будет пребывать истина, Которая в Боге, Которая Божия, Которая ведет к миру, То у нас закончится всякая какая-то вражда, Какие-то споры. В нашем сердце будет мир и радость, И мы будем иметь победу. К этому мы должны стремиться, И да благословит каждого из нас Господь, Чтобы мы познавали Его И учились из Его Слова. Аминь. И да благословит каждого из нас Господь, 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 Вечно я буду петь ваше слое, А в Иисусе дыма мое. Я да я бею сильной рукой, Он простирает свой дом на домой, Чтоб не служила с радостью Бог. Вечно я буду петь ваше слое, А в Иисусе дыма мое. Вечно я буду петь ваше слое, А в Иисусе дыма мое. Общее утреннее собрание пришло в заключение. Нам еще предстоит членское собрание. Но, может быть, чье-то сердце сегодня внимательно было к слову, И Дух Святой касался вашего сердца, И вы желаете примириться с Господом. Скажите, мы вместе с вами помолимся. Присядьте, я сейчас сделаю еще одни объявления. Как я бы сказал, после молитвы, Ни в Туршке от всех не расходятся, У нас в Туршке отсты собрание. В 5 часов вечера в Сыговке оркестра, В вечернее собрание, в 6 часов будут участвовать дети. В гости вечернего собрания. Сестры приготовили сладости и чай, Для того, чтобы помочь нас, Поддержать служение сестры Юлии Острежной, Которая в октябре поедет в Белоруссию, Чтобы принять участие в миссионерском служении. В следующее воскресенье у нас будет праздник жатвы. Я тоже уже делал это объявление. Воскресной школы не будет, Поэтому собрание будет с 10 часов. Пожалуйста, это зафиксируйте в своем сознании. С 10 без опозданий приходите. И будет после торжественного праздничного служения обед. В среду у нас будет молитвенное собрание в 7 часов. И будем молиться о благословении праздника жатва. Чтобы Бог и погоду соответствующую послал. И чтобы все приготовления были сделаны без суеты. Чтобы все могли принять участие. Чтобы люди пришли на этот праздник не с пустыми руками. Как в физическом плане. Что-то принесли выпечку. Там еще что-то такое для обеда. Но также и духовно. Чтобы приготовились стихи, пения, свидетельства о любви Божией. Это день благодарения. А также в среду мы будем молиться о двух семьях. О семье Андрея Пантелеевича Унтила и о Виталии Павловича Устименко. Во второй половине мы продолжим. Я надеюсь, закончим разбор 11 главы 1 послания Коринфянам. Отрывочек с 23 по 34 стихи. Еще одно объявление. Со следующего воскресенья начинается прием посылок в Украину, Молдову, Белоруссию. Но срок приема посылок ограничен, потому что где-то в ноябре месяце будет ехать транспорт, который заберет эти посылки. Если вы хотите, чтобы к Рождеству ваши посылочки достигли адреса, то постарайтесь не затягивать с этим временем. Постарайтесь вовремя приготовить. К нам поступили просьбы для молитвы. Мы молились в среду о семье Трегубенко, и Бог послал им доченьку. Вот они благодарят Господу, чтобы благословенно, благополучно родилась доченька в их семье. Брат Саша и сестранина Острежные просят церковь помолиться о благословении пути, которым им предстоит, и об охране детей, которые остаются дома. Бабушка просит помолиться за внука, Алексея Короленко, которого день рождения ему исполнилось 19 лет. Может быть, кто-то забыл написать записочку, можете сказать? Может, привет их кто-то привез. Примите привет от церкви Спакен, Павел Туровский передает. Хотит посетить нашу церковь. В Sacerdorf все любовь передавал precisать по дому через сектору. Алексей Николаевич передавал еще пару минут через сектору. В Институте Николаевич передавал 10 сектору. В Вариуполье Ваня передавал всем сердечный привет, как войти. В сердечную благодарность церкви передают из Бомеля, брат Уланов, Александр. Мы собрали для их служения, для слабовидящих и невидящих детей в интернате. Они получили благодаря от нас за это. Из Ивансвилла церкви. За все приветы, которые мы получили, мы всех сердечно благодарим и просим от нашей церкви, всем любящим Господа, передайте сердечный христианский привет. Просим. Помолимся заключением. Боже наш, мы благодарим Тебе сердечно за право приходить к Тебе. Господи, как величественно имя Твое, как велика милость Твоя. Мы можем приходить к престолу благодати Твоей, чтобы выражать свои просьбы, желания и верить, что Ты не отвергнешь нашу молитву, примешь ее и пошлешь нам, Господи, потому что Ты доказал свою любовь на кресте. Мы благодарны Тебе, что Ты открыл нам этот доступ ценой своих крестных страданий. Поэтому благодарим Тебя за услышанную молитву, за то, что Ты благословил сестру Наташу и брата Юру, и Ты дал им благополучно родить эту девочку, доченьку. Благослови это дитя, благослови маму после родов, чтобы оно поправилось и окрепло. Также мы просим Тебя благослови брата Александра, сеструнину, который отправится в дорогу, и деток, их остающихся в доме, благослови. Благослови Алексея, Короленко и Глорию Сандута в день их рождения. Прибудь с ними и укрепи их веру. Помоги, чтобы они возрастали в этой вере и славили имя Твое. Благодать Господу нашу Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Будем приветствовать друг друга. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...